И я приветствую всех! С вами Гриня и Поручик Ленин. Итак, я приветствую всех на дне парных третьего этапа Формула Дрифт, который сегодня проходит в Атланте. Сегодняшний формат мероприятия. Пилоты встречаются в дуэли между собой, которая состоит из двух заездов подряд. И первым едет пилот, имеющий больше очков по квалификации, вторым догоняет его с меньшим количеством очков. Пилоты, судьи по результатам двух заездов должны решить, в чью сторону есть преимущество из пилотов, либо назначить им one more time. Это схема треков, которые нам наглядно показывают красными зачеркнутыми элементами, где разрешено тормозить пилотам. В остальных всех зонах им запрещено это делать, и судьи будут пенализировать. А также нам показывают внутренний клип 1, внешнюю клип зону 1, внешнюю зону 2, внутренний клип поинт 2. И потом оттачингау зону отменили на сегодня, получается. И на финише внутренний клип 1, это то же самое, что внутренний клип 3, по возвращению. Что у нас по целям для лидирующего пилота? На самом деле все очень просто, он должен проехать квалификацию на 100 баллов. Да, он должен следовать chasable run сделать, да, chasable lead run. И, собственно, следовать этой самой карте в зон торможения и разгона. Для преследующего пилота, chaser, да, как его здесь называют, нужно поставиться не позже, чем лидер. Быть как можно ближе к лидеру, как можно дольше. И стараться удерживать или делать больше угол, чем лидер. И повторять, полностью повторять, стать тенью впереди идущего пилота и оставаться на его траектории. Ноль. За что получат ноль? Это разворот, это жесткий understeer, выравнивание или там вообще дикие корректировки. Это любая открытая часть автомобиля, капот, двери, багажник. Это не спортивное поведение и это не активная погоня, не активное преследование. Вперед. Кен Гоши лидирует, Мэтт Коффман его догоняет. И Мэтт Коффман не собирается отпускать в стиле своего соперника в первом заезде. Слабенькая постановка у Коффмана, но при этом он, что-то даже, мне кажется, немножко сейвится, да? Гуши. А вот Гуши неплохо едет, чтобы он так ехал свой квалификационный заезд. И мы уже ничего не видим. Коффман укладывает клиппинг-поинт номер два внутренней. И вот здесь очень близко подбирается перед финальным коппинг-поинтом. Что там с топ-32 случилось? Ну, топ-32, так топ-32. Давайте его уже прикончим. Мэтт Коффман впереди и хреново ставится, извините за мой французский. А Гуши у него как наелся чего-то в этом перерыве и не отпускает он соперника. Это его пошли, не шанс проскочить в топ-16. А что там так близко делают зрители прямо к зоне, второй внешний клиппинг-зоне? Ох, какой агрессивный Коффман! А Гуши его не отпускает. Четыре часа назад. Это было еще вчера. Да ладно, не One More Time! Ну, поехали. One More Time, топ-32, не отпускающий нас. Но я думаю, что ребята сейчас сражаются изо всех сил за проход в топ-16. Кен Гуши ветеран и более новый в этой тусовке Мэтт Коффман. Однако он имеет более высокое место по квалификации. Ну, заезд, поверене. Заезд и заезд. Топ-32 заезд. Ну что, поехали? Есть надежда, что это последний заезд в топ-32. Все-таки постановка и Коффман, понимая, что ошибся, ошибается снова. О, два колеса за пределами трассы у Коффмана. Гуши. Гуши неплохо едет. Неплохо едет в качестве лидера. Коффман дважды ошибся. И вот все. Все, Коффман сдается. А кто у нас играл в прошлом? Топ-32. Коффман выиграл. Вот так вот Гуши вернул себе место в топ-16. На сайте Формула Дрифт обычно, но у них... Конкретно здесь, в топ-32, будет очень сложно ему налажать настолько, чтобы выровняться по уровню Скайлом Моаном, который не собирается отпускать. Петра Вензыка. Постановка... Хух, как дым по форбинке, да. Постановка. Моан держит Вензыка. Это конец. Нет, все. Я-то думал, у нас ждет шок-контент. Нет, шок-контента не будет. Вензык в своем лучшем стиле по кромке прошел. Моан пытается его догнать, но... Но... Что-то там постоянно борется. Борется со своей мобличкой. Неплохо, да. В всяком случае, даже лучше, чем Гуши в первом заезде. Меняются местами. Камон, лидирует. Петр Вензык догоняет. И теперь S2000, который на самом деле мята, плюется маслом с турбинки. И Вензык отпускает, но... Ох, и даже укладывает первый внутренний клиппинг-поинт, но... Не сильно ближе он. Не сильно ближе, но он как-то вот пофлюидит и, мне кажется, более уверенно едет. Перекладка. И вот, смотрите, я прям сглазил Вензыка, что ли. Алло, что происходит? One more time. Ну, Энди? One more time, они едут. И все трое судей. Не было особого мнения. А что с ним с Дин? Да байран, байран. Он выехал уже на сказ. Все, он уже прошел. Он сейчас может вообще ровно проехать. По идее. Что с ними? Их тянет на этот клипер. Но я скажу, что с ними. Рауд Атлант со своим вот этим диким спуском и 90-градусным слепым поворотом внизу. А, нифига не простой трек. И поэтому пилоты, которые здесь катаются уже там больше 10 лет, имеют явное преимущество. Ладно, поехали. Ван Гитин лидирует. Терк его догоняет. Терк не собирается отпускать своего брата по Дрифт Альянсу. И уже как красиво выставляется к нему в базу. Немножко приотпускает его перед внешней клиппинг зоны 1. А Гитин шикарно собирает судейское задание. Терк наседает на мустанг Гитина. И не отпускает его, пытаясь пробраться сквозь клубы дыма. Очень неплохо дела у Терка. Да и Гитин не допускал особых ошибок. Меняются местами. Теперь Терк впереди. Гитин догоняет. И Гитин тоже непростой чувак. Но мне кажется, чуть-чуть дальше Терка и допускает ошибку. Чуть шире заходит Ван Гитин. В то время как Терк, красавчик, по самой кромке перед судьями проходит. Но Гитин достаточно близко начинает отпускать. Отпускать Терка. Терк как-то широко зашел в Гитин его. Не понял. Ну что у нас по результату. И пока что Райан считает, что Терк был чуть сильнее. Энди дает One More Time. И теперь слово за Брайаном. Нет, мы не расходимся. И сегодня на удивление налажал Терк, чтобы попасть сюда. Гитин лидирует. Терк догоняет. Разгон, спуск с горы. Постановка Теркния подпускает. И очень близко подбирается. К Гитину повторяет практически вот этот тот самый мимик. Хотя вот здесь немножко отпускает. Одно колесо. И угол у Гитина невероятный. Терк этим воспользуется торможением. Воспользовался и сразу же выстраивается в базу Мустанга. Класс. Вот это парный заезд. Терк повторил даже проезд через газон. Да. Поехали второй заезд. Теперь Терк впереди. А Гитину нужно проделать невероятную работу, чтобы объехать своего соперника. И Гитин пока что включает. Ох ты, как близко подбирается Гитин. Он был чуть дальше на постановке. Но вот здесь включает Психа. И эта ситуация работает в его сторону. Очень круто проезжает Гитин. Но на финише теряет Терка. Вот финиш, да. Потерял, а так невероятно. Зеркальные заезды. Сейчас откатим. Терк, Терк, Терк. Райан опять непаленно проголосовал за Терк. Все, Райан Терк. Райан Терк проходит в топ-16. А Брайан такой, не, Ван Гейтин. Ходи Бак сейчас лидирует. Ван Кирк, Мэтт Ван Кирк его догоняет. И будучи новичком, у него, ух, Ван Кирка прикольно делают фары. Но он не собирается отпускать топ-пилота. И уже к клиппинг-зоне достаточно близко вовнутрь ныряет Ван Кирк. Ну, пришлось ему здесь практически остановиться и подровнять. Да, Бакчис очень неплохо исполняет судейское задание. Да, Ван Кирк там нам убил. Оооо, и все, потерялся в дыму. Ван Кирк выходит за пределы трассы. Первый. Все, запомни мысль. Едем. Бакчис немного даже обгоняет Ван Кирка на разгоне, но не собирается. Он сейвится. И Бакчис, красавчик, наседает на Ван Кирка. Первый клиппинг-пойн они прошли. Выход на первую внешнюю клиппинг-зону. Бакчис, ну, мог бы быть ближе, но ему нафиг это сейчас не надо. С нестабильным новичком в качестве лидера. Хорош Бакчис. Но Иван Кирк, вот, если бы не налажал в первом заезде, что там с Бакчисом? Нет, нормально все. Я уже думал, он там сейчас возьмет и остановится. Они этого бедного Джеймса Дина третий раз вставляют до старта. Ну, можно... А, подожди. В этом сезоне с Феррари у него ничего не получится. Разгон. Венцик первый. И Моан его догоняет. И Моан, что с ним случилось? Что там ему? А зверина подмешали? Он, наверное, почитал комментарии. Просто прочитал комментарии. Послушал, что говорят о том же у него из 2000. Но отпускает Моан, конечно. Венцик, а Венцик вообще без зазрений и совести пользуется таким преимуществом. Там почти контакт был. Жестко. Ого, по ходу дела вылет. Нет, не вылет. Вторая часть заезда Моан. Венцик теперь Моан ведет и он убегает от Венцик. Я не верю в происходящее. Моан ошибается немножко и дает Венцику подобраться ближе. Венцик в дым попадает, но он, по ходу, делает его не сильно. Смущает перекладка синхронно. И все. Похоже, что Петя выпостроил... Нет, не сильно. Что происходит? Ну, сейчас бы был, конечно, шок. Деталям. Внимание, что это очень круто. Балуш спереди. Лоренс его догоняет. Балуш с разгон. Постановка не сильно. Он и убегает от новичка. Но зато новичок уже сам себе придумывает проблемы на постановке. Потерялся в дыму. А-а-а! Кристос выходит за пределы трассы. Переусердствовал на этой внешней крепин-зоне второй. С огнем играть. И да, играет. Реально играет с огнем. Такое устраивать перед судьями. Но здесь явно на его стороне преимущество. Пропало всех. Так, посмотрим. Второй заезд. Теперь Лоренс впереди. А Балуш как-то аккуратно к нему подбирается. Скорость небольшая. Но, эх, перекладочка. Балуш молодец. Справляется с этим движением. Он трескует, трескует. Ты что? Что делает? Кристос во внутрь ныряет. И дикая корректировка с его стороны. Да, он близко. Но что? Что происходит? У Кристоса он... Очень быстрая машина. У Кристоса. Слишком быстрая машина. Он не может контролировать всю эту мощь. И Лоренс спасает. Кристоса уходит. Запретя... Ух ты! Ух ты! Колесико! Наверное, тут без особых каких-то интересных историй. Кристос Блош, топ-16. Следующий заезд. Форест Ванг, Джефф Джонс. Ванг впереди. Джонс догоняет. Мне очень нравится Зетка Джонса. Но совершенно не нравится, как едет этот пилот. А бампер уже слетает у Фореста Ванга. Но Джонс, похоже, держится за непростым соперником. Форест Ванг. Красиво идет, а Джефф Джонс теряется все же в дыму перед финальной вот этой частью трассы. И отстает. Отстает перед финишем. Где он там? Поехали. Теперь Джонс впереди. Ванг догоняет. И Ванг у нас вроде как в топовых пилотах. Числица, хотя тоже последний этап и начал скатываться. И сейчас ему главное не отпустить в конце своего соперника на Зетке. Ох, как Ванг залозит вовнутрь, но все же хоть не выравнивается, уже хорошо. Но судьи могут за это тоже снизить балл Ванга и преимущество. Нет, все же, все-таки. Да ладно, One More Time? Прям такая жесткая ошибка у Ванга, признали. Они поедут One More Time? Да. Ну что, заезд One More Time. Форест Ванг лидирует, Джефф Джонс его догоняет. Джефф Джонс не собирается отпускать Ванга и пока неплохо справляется. И по траекторию попадает. И все еще достаточно близко на фоне остальных заездов, которые мы сегодня видели. Форест Ванг хорошую широкую траекторию. Убирает Джонс чуть-чуть. Внутри перекладка. И Джонс держится, держится. Опять слишком широко заходит. И похоже теряется в дыму. Нет времени на принятие. Рестарт. Джонс впереди. Ванг догоняет. Постановка от кого-то что-то отвалилась. Но они все еще едут. И смотри, Ванг чуть-чуть приотстает и догоняет с маленьким углом. Джефф Джонса. И прощай, Ванг. Это очень серьезная ошибка. Печальная ошибка. Прямо перед судьями. Опять. Он опять фигней страдает. Прямо перед судейской рубкой. Он почти выровнялся. Я не знаю. Там был в минимальный угол. Но это такая дикая ошибка. И неделю просто не дрифтить. После этого. Вот так вот. Да ладно! One more time. Там она? Это другая ошибка. То другая. Да. Второй one more time. Или что? Третья пара заездов. Ванг Джонс. Ванг впереди. Джонс его догоняет. И теперь по ходу дела Джонс разъездился. И неплохое между ними расстояние. Но опять. Опять Ванг какое-то там переключение передачи делает. Или что-то такое. Эх! Джонс сильно потерял угол. И все. Все. Джек Скотт. У него потерялся ролик с гидроуча. Гидроусилителя. Да. Ну вот на постанове. Вот это вот видно было. Там отлетело. Им некуда просто ремень поставить. Он ремень в руках крутит. А как без ролика одного поставить? Он говорит. Если найдем ролик, поедем. Но не нашли они ролика. Светил ролик. Да. Это Байран Фореста Ванга. При том, что он сегодня лажает сильно. Это Байран Удейширы Шихара. Он второй у нас по квалификации. И ему не досталось соперника в топ-32. Спойлеры. Спойлеры пошли. Постановочка. Берзишка у него симпатная такая. Прикольно. И дизайн этот яркий. Ша, Йошихара сегодня в ударе. Тема. Поехали. Мэтт Филд лидирует. Дирк Стратон его догоняет. Корветовская заруба. Приотпускает Стратон. Филда нельзя так делать с тысячесильными корветами. Ай. Ух. Как достается первому клиппинг-поинту. И расстояние огромное. Нужно закрывать. Закрывать это расстояние Стратону. Но не получается. Он там в таком дыму едет. За покрышками. Фалкинг, который уничтожает. Мэтт Филд. Поехали. Теперь Стратон впереди. Мэтт Филд с оторванным бампером не отпускает. Корветт. Корветт догоняет корветт. И сейчас синхронная корветтная перекладка. И Мэтт Филд, по-моему, ближе. Реально ближе своего соперника в первом заезде. И неплохо проходит внешнюю клиппинг-зону вторую. И сейчас они выходят на финальный клиппер внутренний. И Мэтт Филд явно выглядит сильнее. Там что-то ЖК делает какие-то варианты. Мэтт Филд проходит топ-16. Не расслабился ли он после победы? Едем Крис Форсберг. И первый кадиллак в истории Формулы Дрифт. Тейлор Хау отпускает Форсберга. И слишком агрессивно заходит на его траекторию. Таким образом теряет заветные метры на перекладке. И поэтому он начинает очень отдаляться. Слишком отдаляться от победителя предыдущего этапа. А Форсберг без зазрения совести этим пользуется. Раздулся. Раздулся. Теперь лидирует Тейлор Хау. Форсберг его догоняет. Форсберг что-то прям там совсем широко. Думаю, я сейчас раскачечку сделаю. Преотпущу этот кадиллак. Перекладка. Почему в кадиллаке не поставить? Самое красивое это решетка. Как можно было так? Слишком широко заходит Тейлор Хау. А Форсберг контролирует этот процесс. Так вот как-то слишком он уверенно выглядит в этой ситуации. Ну давай, давай кадиллак. Развлекайся. А я сейчас аккуратненько завершу на хорошем расстоянии. Однозначное преимущество. Форсберг. Естественно. Форсберг топ-16. Едущий с переменным успехом, но имеющий скромные полторы тысячи лошадиных сил. Но хоть догнался с полторухой. Прикольно вайбе. Форсберг, это контакт. И второй контакт. Он его сначала один раз, второй раз. Ну для ралли-кросса, мне кажется, это был отличный заезд. Для ралли-кросса это был замечательно. В пределах полтора. Жалко, жалко. Хотелось увидеть поинтереснее. Просто там кроме полторы тысячи лошади еще полторы тысячи тонн. Сетку. Поехали. Второй заезд Дин Керни, Майк Эсса. И, к сожалению, сложно будет здесь Майкл Эссе допустить настолько грубую ошибку, насколько... Как-то вообще я уйду на Керни. Вообще Дин Керни уехал, обиделся и зарылся. И там же я остался. И там же я остался, да. Ровно там же. Это место магнит. Печально. О, а его сейчас... А где колесо? Колеса нету. Битва закончилась. Да, жалко, жалко. Мы сегодня толком и не увидели. Так, что у нас там? Чат, чат, чат. Ну, Аспод Читер, конечно, с этими колесами. Потому что у него нет ни надписей, ни полосок. Надписей толком нет. Ну, не видно, да. Калю, может быть, просто в регламенте написано, что черные колеса, только нужно полоски делать. А у Азии как бы не черные, но... Они золотые, но спица настолько частая, что непонятно, он тормозит или нет. Поехали, Кастро впереди, Баркет его догоняет, Супра и GT-шка 86-я, битва Тойот. Ух, как залез Баркет вовнутрь, но справился с этим всем. Все, вот это вот он через Бауран. На время перерыва можно на рыбалку сходить. Не опасно. Поехали, вторая часть заезда, Баркет впереди, Кастро его догоняет, Баркет постановка, Кастро... Аккуратно остается на его траектории, перекладка, и Кастро, похоже, на долю секунды в Ир, подровнялся. Здесь между ними появляется расстояние, Баркет слишком внутри, как для лидера, а Кастро его повторяет. Перекладка между ними образуется... Ооо, опять то же самое! На собственном пороге, у него оторвался порог еще в начале заезда, и... А ну-ка, 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 увеличили нам. Так оно на место у него встало, сейчас три раз, и на месте. А что, я ничего. В целом на программе... Ооо, да, Байран в исполнении Кастро. А что, звук? А, звуки, да, это у меня. Едем! Челси Денофа лидирует, отказует, а Гучи его догоняет, постановка у Денофы... Хорошо, то Гучи немножко замешкался, но все же поставился и уже начинает отставать. Отставать, но не... Нет, отставать. Отставать, отставать, да. Отставать! Денофа, красавчик, хорошо проходит по траектории. Это Гучи, где-то там... Не больше не помещается в телевизоре. Где-то там... Это Гучи, отпускай джойстик, давай рули. Уезжает, очень далеко Денофа уезжает. Едем рестарт. Разгон Тагучи. Денофа так аккуратно к нему пристраивается. Денофа выставляет... На дистанции держится. Гугл, да, держит дистанцию, но при этом, смотри, смотрится достаточно хорошо и точно лучше, чем Казуэ в качестве преследователя. Что-то прям я не узнаю Денофа. Спокойный Денофа. О, сейчас, сейчас это исполнит. Исполнит что-то. Нет, нет. Контролирует себя Челси Денофа и спокойно завершает с хорошим преимуществом этот заезд. Ну все, Денофа в топ-16, а пока что Олег Хонадейл, Остин Микс, Хонадейл впереди, Остин Микс уже отстает на постановке и пытается компенсировать, выходит за пределы трассы, разворот, да. Брайан О'Коннор, тоже, Брайан О'Коннор. Брайан О'Коннор, Брайан О'Коннор. Здесь первый тоже сильно ошибся по траектории, мне кажется. Да, где он ошибся по траектории? О, а что Хонадейл? А, потому что там машина стоит. А, ему сказали стопы, алло, там тачка стоит, ой, там камни накидали. Ну, едем. Остин Микс, усадик впереди, Олег Хонадейл его догоняет, и пока что Хонадейл имеет все преимущества этого мира. Остин Микс уничтожает Клиппер очередной раз, Хонадейл... Ну, я бы не сказал, что это сейф-раун, он приближается к Миксу, который едет немножко по внутренней траектории. Перекладка Хонадейл, красавчик, синхронно, близко. Да, нормально, и финальный клиппинг-поинт, они завершают топ-32. Мы вернемся в эфир на открытие. Венцик срывается с места, Бакчис постарается его не отпустить. И это у него получается. Постановка очень близко, Бакчис в базу запрыгивает. Венцик сбивает конус по сегодняшним классическим своим манерам. И тут же хорошо выходит на ту самую вторую внешнюю клиппинг-зону. Что это было? Какая-то дымная камера. Вау, Бакчис! Что Бакчис творит? На, уничтожили! Наконец-то этот конус уничтожили! И теперь Оди, Бакчис впереди. Венцик догоняет. А ну-ка, постановочка в исполнении Венцика получится... Ну, неплохо. Но дальше. Явно дальше Бакчиса. Перекладка. Зато вот Венцик благодаря этому удержался в базе Бакчиса на этом длинном куске. И уничтожать клипер Бакчис. И на перекладке немного, но убегает от Венцика. Ну, как мы уже видели раньше, первая часть трассы намного выше оценивается, чем... И просто. нет лицик я бы посмотрел таблицу ну блин выключили поехали тёрк и дин дин лидирует тёрк ныряет немножко вовнутрь и старается не отпустить ирландца перекладка и тёрк уже рядышком ух хорошо тёрк взял темп джеймса дина один немножко но пропускает судейское задание по зоне 2 а тёрк ни в какую не собирается отпускать чемпиона прошлого года феноменально молодец тёрк молодец очень хорошо где-то там видишь зеленый зеленый тёрк впереди дин даже раньше старается поставить очень приклеивается к тёрку перекладка и теряет и теряет тёрка а вот тёрк хорошо проходит за вторую пензону и дин пользуется этим приклеиваться к нему опять и опять чуть-чуть отстаёт кстати но не знаю в плане флюизити даже в каких-то местах он был очень близко они просто отдают голос полный one more time и джеймс дин лидирует тёрк догоняет так он издалека постановочка тёрк близко достаточно перекладка и тёрк не отпускает не отпускает но все же немножко отдаляется здесь он приближается оба делать какие-то непонятные резкие движения перекладка достаточно синхронная джеймс дин хотел бы убежать но не получается райан тёрк не отпускает его до до самого финиша ярик бачок потихоньку тёрк впереди дин его догоняет и теперь дин включает психов старается поставиться раньше но не сильно у него хорошо это получилось и приходится ставится второй раз дину терк сбивает клиппинпоинт но очень круто проходит второй внешнюю клиппинзону дин убивает еще один клиппинпоинт сколько этих хиппинпоинтом убита перекладка где там было место вообще такой же борту жопой снять джеймс дин мне кажется там надо вырубить честно проветривать долину джастин полок гуши полок впереди гуши постановочка гуши раскатался но он пользуется своим небольшим расстоянием в районе постановки приклеивается к полоку даже подталкивает его в дверь пришли лучше было много тренировочных уже много слишком много но вот тут он отстает на финальном клиппере он все же теряет она просто тухнет и у нее они срываются с места окей теперь гуши лидируется джастин полок постановка полок не поверил полок раньше поставился гуши просто там даже 15 секунд ну а дальше а дальше хорошо да ладно 1 догоняет постановка перекладка начинает улетать вперед и все-все-все-все разворот он кричил догнать догоняет постановка кристалл уж неплохо но все же помочь как так можно было сорваться он поехал дальше но это слава богу one more time им назначают блуш срывается с места вэнги его догоняет так вот именно откровенно вперед разгон постановочка и вэнг похоже выучил темп блуш со перекладка потерял потерял все расстояние огромное блин а кистов тоже на чудо там намудрил мог бы чуть-чуть шире пройти но он улетает он убегает от своего соперника они не могут разогнать блуш и вэнг сколько дыма производят вэнг первый блуш догонять что это были за искры как формула 1 о красавчик кристалл приклеился и опять и опять что-то там исполнено с подравниванием опять зажигает вэнг покрышки перекладочка и блушь блушь атакует и давид на вэнга ну просто задавливает вэнг и они поедут бесконечный этап 16 огонь поехали кристос буш лидирует форест вэнг догоняет постановочка вэнг отстает и сейчас блушь выстрелит или вэнг компенсирует свое отставание нет даже в этой ситуации вэнг еле-еле догоняет кристалл 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 конечно тачка валит жестко очень сколько дыма вэнг от кристалл и вэнг теряется он конечно не вылетает с траектории но отстает обычно эти покрышки находят слабое звено в машине да 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 точно точно да форест вэнг лидирует кристалл буш его не отпускает в качестве преследователя вот так и иди кристалл перекладка молодец вот это очень-очень круто он приближается хорошо держится только во внутренней энергии и блин не выпрямься нигде пока все еще неплохо дела у кристалл они на зону тачингауза скайпит перекладка все кристалл проходит дальше хрена лысого форест вэнг и дэнсинг кристалл буш топ-8 едем 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 юшихара впереди мэтт филд его догоняет такие яркие красивые машинки на треке нынче и и филд не особо то и отпускает юшихару в то время как чемпион 2011 года дэйшири юшихара очень хорошо показывает себя в качестве лидера но корвет корвет отпускает все же маленького берзи на финише едем теперь мэтт филд лидирует дэйшири догоняет и отпускает юшихара отпускает корвет филда может даже даст повод до обгнать его тут нет не дает повод ее же сливается сливается юшихара в первой половине сейчас перекладка доедет близко да едет хорошо и здесь даже не особо отпускают но в первую половину он догонял уже срезает а вот и нет шихара и целый день ездит топ-32 едем едем крис фортер первый майкл эсса второй как эсса агрессивно ставится и также агрессивно возвращается в состояние ровно едущего автомобиля форсберг форсберг неправильно понял его майкл эсса но форсберг поставился и уехал хотя форсберг тоже не идеален в этом заезде едем второй заезд эсса впереди форсберг догоняет постановка и вот а фортберг делает аккуратно постановку сейчас переложится и постарается приблизиться к эссе да 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 неплохое расстояние с а вообще внутри откровенно внутри игнорируя вторую внешнюю клиппинг зону перед судьями а форсберг шикарно и к нему приклеился и что что небольшой тормоз у нас тут ну да 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 крис форсберг не короткая версия за пару часов не будет 10 цилиндров я завтра буду на автомате делать у них на двоих столько цилиндров сколько у дина кернин да от фредрик асбай лидирует баркет его догоняет и баркет нормально так пристроился к чемпиону но там же и потерялся потерялся в дыму так хорошо начал и здесь уже пытается догнать хоть как не будет допускает ошибку за ошибка все коротышка королла замена ролей баркет теперь лидер азбу догоняет и азбу чё-то взял отпустил но для того чтобы тут себе оставить место и выстрелить ему базу а вот это жир да 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 пацаны чемпионы знают что делать да что что форсберг что азбу мы при отпустим на старте чтобы с третьей трассы уже не отпускать до самого конца да не слишком удивительно азбу проходит топ-8 денофа финальная пара топ-16 денофа первым хана дэйл легенды догоняет лидера и не отпускают его денофа нацепил какие-то фиолетовые лампочки которые нифига не светят охота дэл очень неплохо держится у него в базе то что с вами не так почему конусы надо уничтожать геноцид конусов идет перекладка и хана дэйл ну неплохо единственное конечно все вопросы по гуше и ешихаре но смотрим эту пару теперь хана дэйл лидирует а денофа догоняет и денофа красавчик перекладка молодец денофа бесстрашный пацан просто на все деньги ох ты пушистку чтобы не потерялся потерялся нырять немножко вовнутрь излишне денофа но не отпускает хана дэйла что-то машина прыгает значит едет уже не совсем по треку динопа круто очень круто он остался в базе хана дэйла вэнк вылетел все проклятье one more time of закончилось открывает топ-8 вицик и гуши вицик лидер гуши сегодня многострадальный и но при этом пробился в топ-8 и пока что неплохо так пристраивается в темп вензика заходит вензик на вторую внешнюю грибинзону но гуши не особо его отпускают перекладка гуши молодец держится все еще не так что прям дикое давление оказывает но все же какой-никакой но парный заезд чинка гуши лидирует вензик догонять но вензик не догонять он идет бок о бок хорошо пристраивается в базу гуши вензик и да 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 вензик красавчик как близко он подбирается гуши и не отпускает хорошо хорошо в этой дуге он показывает себя вот это давление вот это хорошее давление мне кажется что преимущество все-таки на стороны стороны на стороне поляки но может быть и один сейчас лидирует а крисом сброшли вот догоняет и все в нет времени для нервов есть время для уверенных заездов что-то один намудрил постановкой как прям такая раскачка дикой не оставил место кристопсу но кристопс наверстал быстро на своей ракете е92 евро файтер перекладку неплохая перекладка но в опять же создается впечатление что кристопс все время пытается догнать дина нет такого дикого доминирования а теперь блуш следирует один догоняет убежать надо получится ли убежать посмотрим но кристопс не ставится таким же методом как дин и дин этим пользуется ухты а блуш нормально ускакивает вперед и дин теряет и теперь дин выглядит как догоняющий такой пытающийся перетянуть на себя инициативу кристопс блуш расстояние огромное а неужели скрестим пальцы все дин уже не веселый дебил что ли до крестов заболошь стоп 4 на чемпиона идет только три этапа на подиуме закрыл первый этап постановка у нас теперь два чемпиона один надстава и трехкратный чемпион форсберг и форсберг ниже по квали чем дайширо яшихара и сейчас они едут парный заезд и хороший парный заезд яшихара прекрасно едет в качестве лидера но и форсберг оказывает достаточное давление чтобы поднять уровень преимущества в глазах судей я рад его видеть топ-8 форсберг лидирует яшихара должен запрессовать трехкратного чемпиона получится ли не так уж это просто а и очередной раз снимается клип и вот где яшихара начинает отставать ныряет вовнутрь чешихара чтобы компенсировать отставание но нет далеко слишком далеко не хватит этого для прохода в топ-4 едем едем аз болидирует дэнофа преследует ох дэнофа какой взял вообще сразу темп и не отпускает перекладка дэнофа очень круто мустам пытается сожрать эту королу не отпускай не отпускай чувак перекладка молодец хорошо держится дэнофа и финальная перекладка и выстрел 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 да поехали очень интересная пара заездов сейчас дэнофа впереди азбо должен переплюнуть то что дэнофа и ужасно отстает на постановке дэнофа куда-то там пытается уехать азбо пытается приблизиться у него это получается только дэнофа зачем вовнутрь полез все перенемничал и это кстати может стать очень неприятным критическим фактором для объявления one more time а азбо приклеился в конце едем первая пара топ-4 кристопс буш лидирует петр венцик его догоняет сможет ли кристопс буш собрать всю свою уверенность в кулак давай ракета от ракет будучи ракеты потерял все потерял он венцика уходит вперед шикарно проходит вторую внешнюю крепин зону и просто выстреливает ракета и 92 евро файтер улетает от польской пятнашки европейская битва поехали вот во что должно воодушевлять венцик лидирует блуш догоняет блуш с постановкой и крис тапс крис тапс удержись на треке чтоб ты был здоров он отпускает венцика но при этом может даже немного поосторожничать слишком много преимущества сейчас на его стороне где-то кристалл он это вернись выскакивает из дыма крис тапсы финальная перекладка финиш оба оба доезжают до финиша крис тапс был уж в финале и в самом плохом раскладе да крис тапс буш эти две трушные тачки как бы там ни было огонь асбол лидирует форсберг его догоняет давай форс накажи эту желтую птичку перекладка форсберг не отпускает чемпиона 2015 года будучи трехкратным чемпионом формулы дрифт немножко замешались оба пилота здесь в подкове перекладка форсберг чуть-чуть теряет угол но все же старается удержать асбол до финиша немного все-таки теряю да бодрячком крис форсберг и асбо и теперь крис форсберг лидирует и асбо догоняет и получится ли у вас объехать форсбергом потому что форсберг был хорош в качестве догоняющего но асбо тоже по моему выбрал правильную тактику и остается достаточно близко к форсбергу нет все же форсберг убегает под конец немножко ближе он был по моему на постановку ухты и он вот ссс фредрик азбу в финале поехали асбо впереди блуж догоняет давай кристос запрессует эту четырехцилиндровую королу спасибо где изображение перекладка блуж красавчик держись держи зараза лапа моя золотая я за тебя болею давай перекладочку аккуратно сделай не отпусти не отпусти догонять стреляй выстреливай давай зараза ну отпустил под конец некрасиво а сейчас мы все топим за кристос блуж съедет лидером фредрик азбу его догоняет и сможет ли уехать е-92 евро файтер от королы и вот он уже потихоньку начинает уезжать выстрел но у корола держится но не так как раньше кристос хорошо проходит внешнюю клиппинг зону 2 и вот он момент выстрела удержится ли азба и он зараза удерживается мне кажется оперный театр они едут ван морт и едем едем еще один финал специально для нас всех азба впереди блуж постановка кристос блуж очень близко это контакт но азба удерживается на траектории а кристос сожалению теряет немного своего лидера азба идет по хорошей траектории кристос найди момент да вот перекладка правильно выстрел и кристос его уже не отпускает еще одна перекладка есть до самого удержался удержался поехали второй заезд будет ли он последним за сегодня блуж впереди азба догоняет очередные искры а искры от блуж со азба приклеивается к кристосу но нет кристос усканивает вперед выходит на внешнюю траекторию супер супер вот где нужно выстреливать давай кристос стреляй азба притормаживает себя выходом за пределы трассы и кристос улетает вперед теперь главное чтобы его не финализировали за первый контакт третье место трехкратный чемпион рыжая борода крис форсберг кто победил до международный дрифтер кристос блуж победил первый раз на формуле дрифт пришло время молодец молодец искренне рад за него красавчик это очень круто азба укрепил плотно укрепил свои позиции в чемпионатной таблице это серьезная заявка на чемпионство всего лишь три этапа прошло он уже отрывается по очкам еще пять этапов надо продержаться чтобы стать чемпионом но такие ребята как кристос не дадут ему расслабиться чё сколько раз мечтал мечтал ну что ребята в общем это был главный момент сегодня очень интересный этап очень длинный очень интересный и очень круто подошедший к концу с крутым финалом и крутым нашим победителем сегодня и наверно пора заканчивать лёха восприма лёха это был очень долгий это было очень но приятный бонус в конце приятный бонус в конце реально порадовал кристос блуж всех нас спасибо друзья что были с нами кто там забыл поставить лайк и подписаться на канал бегом мы это сделали будем делать боком news будем делать влоги будем делать трансляции спасибо что вы поддерживаете стараемся только для вас так что с вами был лёха поручик линин и трёхкратный чемпион украины александр гринчук до новых встреч до новых встреч ребята мэр оформляд риф black magic про championship thank you guys and gals for joining us out here congratulations to christoph blues frederick osgo and chris ворсбург will see you online or we'll see another time we have for the whole team ryan sage all our judges all our staff all the teams all the drivers thank you for celebrating fifteen years of formula drift here in atlanta send in atlanta Субтитры сделал DimaTorzok